Чтобы было кого поддерживать, на Кубани необходимо осваивать пустующие земли и повышать урожайность, подчеркивают краевые власти. Так как это, к примеру, делают на мацестинских чайных плантациях. На этой земле бьют рекорды 80-х годов. Но такими результатами могут похвастаться не все городские предприятия, занимающиеся выращиванием и переработкой чайного листа. Десятки гектаров не используются по назначению, отмечает глава Сочи. Поддержку города Анатолий Пахомов обещает чаеводам с одним условием – земли должны быть задействованы. Мы сейчас интенсивно восстанавливаем те площадя, расширяем листосборную. В этом году мы на 20 с лишним гектар увеличили площадь листосборную. Это очень, так сказать, отдачу дало по величине валового сбора. Мы сейчас сделали оценку, сколько примерно необходимо. Эта сумма достигает полутора миллионов на гектар, чтобы восстановить и поддерживать в надлежащем виде чайные плантации. Поэтому рассчитываем на принятый закон, что государство начнет все-таки помогать чайной отрасли в России. Потому что в России, кроме как на территории Сочи, больше чай нигде не растет. Новый законопроект, принятый депутатами Законодательного собрания Края, по всем статьям должен помочь развитию отрасли. Особую роль для чаеводов сыграют две статьи законопроекта. Шестая, гарантирующая субсидирование, и восьмая, которая призвана помочь в борьбе с контрафактом. 90% продукции под маркой «Краснодарский чай» – подделка. Об этом говорят результаты мониторинга сочинских магазинов. Губернатор курирует этот вопрос лично. Он заинтересован в том, чтобы недоброкачественной продукции на полках магазина Края не осталось. И вот сейчас эта работа уже ведется. Предприятия в торговле предупреждены от той продукции, которая не может продаваться под брендом «Краснодарский чай». Весь перечень производителей, которые могут этой наименовании своей продукции присваивать, гордые легендарные, он утвержден, он окончательный. В отличие от контрафакта, сочинский, а в данном случае мацестинский чай, проходит все этапы оценки качества. В лаборатории и фабрике этим занимаются органолептики. Мы уже дождались результатов. На сегодняшний день контрафактная продукция будет сниматься с полок наших магазинов. Организована на сегодняшний день большая комиссия с участием правоохранительных органов. И чай, который носит контрафактный характер, не производится в городе Сочи, не перерабатывается, не маркируется, не сортируется и не производится, будет сниматься. И название «Краснодарский» использовать нельзя. Благодаря новому закону о развитии чаеводства в Сочи, где выращивают самый северный чай в мире, начнут развивать и экотуризм с посещением чайных плантаций. Спрос есть, было бы предложение. В прошлом году более 50 тысяч туристов выбрали для посещений чайной совхозы и плантации.